Добрый день! Меня зовут Олег Бахтияров. Я представляю программу по формированию новых когнитивных инструментов. Об этой программе мы уже несколько раз говорили в нашей передаче. Она направлена на то, чтобы создать те формы мышления, которые необходимы для решения задач, преднаваемых сейчас нерешаемыми, задач, за которые сейчас никто не берется. Такого рода когнитивные инструменты, то есть методы моделирования окружающей реальности, методы формирования новых технических продуктов. Эти инструменты, я думаю, понадобятся в ближайшее время, потому что речь идет об определенном исчерпании старого инструментария, на основе которого сейчас идет бурное развитие технологическое. Но, тем не менее, основные методы, которые положены в основу создания новых технических продуктов, новых технологий, они остаются теми же, которые были сформированы лет двадцать, тридцать, а то и пятьдесят самонажер. Сейчас речь идет о том, чтобы, столкнувшись с нерешаемыми проблемами, которые игнорируются, создать тот инструментарий, который позволяет нам подойти к их решению. Вот смотрите, обычные когнитивные инструменты, когнитивные инструменты, которые сводятся к основным водительским операциям. То есть мы расчленяем мирно составные части, вот из этих составных частей собираем какой-то новый продукт. Ну, собираем, это не значит, что обязательно мы складываем кирпичики, мы можем сливать растворы, то есть там соединять источники полей и прочее, прочее, но у нас все равно остается та же самая процедура. Мы взяли и собрали мир, устройство, технологию из того, что есть у нас под рукой. А есть вещи, которые так не собираются. Ну, в первую очередь, это живые системы, цивилизационные системы, большие процессы, которые протекают в масштабах планеты. То есть это не то, что можно создать из отдельных элементов и на этой базе создать какие-либо новые технологии. Для этого нужны другие инструменты. Вот когда мы говорим о новых когнитивных инструментах, мы должны понять, что ресурсы нашего сознания помогают нам это сделать. То есть для того, чтобы это сделать, мы должны просто те операции, которые мы в состоянии провести по отношению к поставленной задаче, перевести сначала какую-то знаковую форму. Это может быть лингвистик, это может быть математика, это не имеет значения, что формализовать и довести до такого уровня, чтобы обученный человек мог воспринять это как инструкцию по созданию тех или иных устройств. Значит, какие существуют нерешаемые задачи? Ну, я говорю, моделирование живого. Мы опираемся здесь в проблему описания целостности, поскольку любые процессы, с которыми мы сталкиваемся, они формулируются нами как процессы, которые состоят из отдельных стадий, отдельных пунктов, но сам процесс мы не улавливаем, процессуального мышления у нас нет, хотя задача такая регулярно ставится. Мы имеем дело с системами, у которых каждая часть является основой какой-то другой части и сама зависит от других частей, и таких операций тоже у нас нет. То есть мы можем описать это как задача, можем дать этому имя, можем составить образ, но наша задача перевести это в такой же рабочий инструмент, который в своё время были переведены, обычные операции, на базе которых была выстроена логика. Ну, давайте рассмотрим пример. Вот в качестве примера возьмём проблему моделирования целостности. Целостность возникает у нас, так или иначе, в нашем сознании. Если мы возьмём перед собой, поставим решётку пересекающихся линий, то уже на основе того, что происходит в нашем сознании, мы в состоянии выделили там квадраты, вертикальные линии, диагональные линии, крестики, в общем-то всё, что угодно. И это происходит у нас спонтанно. Но что при этом происходит? Мы же должны понять сам процесс, как это происходит. Вот у нас возникает некоторое намерение, смысловое переживание того, что мы хотим получить. И в результате мы получаем вот на этой простой табличке, мы получаем то, что нам нужно. А формализовать эти операции мы не можем, потому что средств описания этого у нас нет. Есть более сложные задачи, такие, например, как создание тех, скажем, живых существ, которые могли бы функционировать в той среде, которая для них сейчас недоступна. Ну, условия, допустим, Марса, Венеры, то есть тех местах, где обычные биологические организмы не в состоянии существовать. Как мы можем преобразовать живой организм в такую форму? Мы должны произвести некоторые операции, которые подобны тому, которые осуществляет гусеница, превращаясь в бабочку. Она растворяет свои внутренние структуры, вот, а потом возникают новые структуры. И, несмотря на это, это тот же самый организм. Вот когда мы говорим о создании средств описания целостности, мы должны, с одной стороны, каким-то образом суметь перевести эти операции нашего сознания перед собой, в какую-то выраженную форму. А с другой стороны, найти те способы, которые позволяют из недефиненцированного намерения создать что-то, создать нечто организованное, то, что мы хотим получить. Когда мы начинаем с этим работать, мы должны как к этому подойти? Мы должны поставить перед собой эту задачу как нерешаемую задачу и посмотреть, какое приближение к решению этих задач дают различные школы мышления. Что может дать ТРИС, поскольку он дает очень небанальные решения многих вещей? Что может дать нам концептуальное мышление, которое позволяет эту задачу расчленить на отдельные концепции? Что могут дать нам процедуры, подобные знаниям реакторам переследивания? То есть тогда, когда мы создаем некоторые метафорические образы, которые потом только лишь пытаемся перевести в логически организованные формы. Вот когда у нас первоначальный набор такого рода концепций, представлений, образов, знаков уже есть, мы начинаем рассматривать эту проблему с другой точки зрения, чего нам не хватает для того, чтобы создать этот концепт. И тогда у нас возникает задача создания такого языка, в котором бы фактор целостности уже присутствовал бы с самого начала. Вот обычные вербальные языки для этого не подходят, они организованы как языки, состоящие из отдельных знаков, из которых складываются слова, предложения, утверждения, отрицания и прочее, прочее. Нам нужно создать некоторую непрерывную знаковую среду. Для этой цели существует несколько подходов. То есть, с одной стороны, это идографические языки, которые мы создавали в нашей организации. С другой стороны, графические языки подобны РН-языку Петерского математика Михайлова, Романа Михайлова. Вот если мы на них посмотрим, мы увидим, что вот те структуры, которые там возникают, это структуры, которые уже целостно описывают объект, и в них нельзя выделить отдельную часть. Это определенный процесс, ему можно научить. В общем, собственно говоря, мы и будем заниматься в наших дальнейших занятиях.